Ради, ради, дорогие Вайшнавы, дорогие друзья. Мы сегодня немножко отступим от той темы, которой придерживались несколько зумов, и тому есть причина. Эта причина, она кроется в неожиданных эмоциях. Тех эмоциях, которые захватили меня и не отпускают. Дело в том, что я ездил в Индию с одним устройством, вот с этим устройством, и я с тех пор этот iPad так и не открывал. Я работал с другим, вот с этим устройством. И вчера, точнее позавчера, позавчера я открыл это устройство, и открыл его на том стихе, на котором мы закончили беседы в этой волшебной комнате, в этом подземелье, в сладком подземелье, Гуру Дев. Я почувствовал себя живым. Потому что те эмоции, которые нахлынули на меня из этих текстов, показались мне очень неузнаваемыми. Как будто бы я сам их написал. Как будто бы это мой собственный опыт. Такое родство, такое сильное родство. И я не ожидал, что за такой короткий период, такой короткий период, вроде бы совсем недавно, это была поездка. А такой рывок, такая глубина, столько чувств. Я не ожидал. Я не ожидал этого. Для меня это было очень неожиданно. Мой путешествий был не так много лет назад, но я чувствовал такой большой leap, такой большой jump в моих эмоциях и все эти вещи. И я стал путешествовать не вдоль течения, а против течения. То есть в обратном порядке. От большего стиха к меньшему. И я снова дошел до семи океанов. Но мы не будем сегодня о них говорить. Это слишком объемная тема. Это однажды мы нырнем в эти семь океанов, и каждый океан, наверное, будет равен зуму. Но в конце этих океанов есть одна волна. Волна Шрипады. Вот на этой высокой волне, на этой высокой эмоциональной волне мы войдем в тему тему следующего стиха, следующего за этими семи океанами стиха. Мы прикоснёмся сегодня к основной технике, которую можем осваивать уже сейчас здесь, в этом так называемом обусловленном состоянии. основной технике служения, которая потребуется нам в настоящем. Потому что мы живём не в настоящем, мы живём в течение времени. Нельзя назвать то время, в котором мы живём, в настоящем. Это прошлое, текущее и будущее. Мы живём в текущем времени. И о том, о том, как жить в настоящем времени, времени любви, времени исполненном чувств, в настоящем времени, мы будем говорить сегодня. And today we are going to discuss how to live in present moment, because this present moment is when we are living in feelings, when we are living in love. как и сказал я, мы нырнём на этой высокой волне, в последней волне комментариев, шиппады, нырнём в 19 стих, в финал комментариев 20 стиха. О, с вами нет. Я прошу прощения, 18-го мы из 18-го, 19-го. Нет, нет, мы наоборот. А, из 20-го? Да, из 20-го ныряем в 19-й финал. So we are going from the end of the 20th commentary, 20th verse, we are going to dive back to 19th. So now it's like the end of the 20th verse. О, с вами нет. О, с вами нет. Я полностью не способен достойно служить тебе. Ну, с вами нет. Как же мне стать квалифицированной, чтобы обрадовать тебя? Как я могу стать квалифицированной служанкой? Ты – океан искусности. Пожалуйста, сделай меня квалифицированной служанкой. Обучив меня этому опыту в служении. Please, teach me how to serve you best. Анурага также включена в этот опыт в служении. Иначе этот опыт не мог бы доставить тебе радость. Otherwise, this service is not pleasant for you. Так я, анураги. Because you are the ocean of anurag. Поэтому, пожалуйста, сделай меня квалифицированной, дав мне каплю этой анураги. И здесь я бы хотел привести один стих из Бхагавадгиты, который также очень подходит к этой теме. Now I want to connect this verse with the verse of Бхагавадгита, because these verses, they are the same. Why the same? В каком бы состоянии быть я, не думал человек на момент смерти, такого состояния бытия он достигнет непременно в основном контексте. И здесь очень важные слова есть. Смаран. Смаран бхавам. Ям, ям, бхапи, смаран бхавам. Смара. Смаран — это непамятование. Смаран — это неспособность забыть. Смаран. Смаран — это неспособность забыть. Смаран — это неспособность. Смаран — это неспособность забыть. Смаран — это неспособность забыть. И дальше бхавам — это чувства. Смаран — это неспособность забыть. Смаран. Смаран — это неспособность. Смаран — это неспособность. были чувствами. Поэтому то, чем переполнен человек, те чувства, которым переполнен человек, то, что он не способен забыть, тот образ, который стоит перед его глазами и становится образом его следующего рождения. Становится сутью его будущего бытия, основой его личности. Инер-селф, его будущего характера или позиция. Поэтому здесь очень важно следить за тем, что мы чувствуем. Очень важно следить за тем, что мы чувствуем. И в какие мысли-образы оборачиваются наши чувства. That's why it is very important to be alert what we are feeling, what images do we have in our inner self. Что мы транслируем в мир? What we are translating to this world. And thus, we are with this understanding of this principle, of this point, we are going to the topic of today's meeting, the verse 19th of Rada Rasa Sudhani. Пусть же дочь Махараджа Вришабхану, May the daughter of Махараджа Вришабхану, которая становится изумлённой, подобно золотистой лиане цветов Чампака. The sounds astonished like a vine of golden Чампака flowers. Когда она видит Кришну. When she sees Кришну. И которая смущается, слышит звуки его флейты. And who becomes overwhelmed when she hears the sound of his flute. Любовная обнимет меня в то время, когда я буду петь для неё слабую Шимасундра. When she will embrace me with love while I constantly sing Шимасундра glories to her. You cannot say better than this. Like I wrote it myself. It's like I wrote it myself. Очень точно передаётся чувств. Because the feeling here, the feeling is transmitted, how to say, very subtle. I will read once again. Because it's not enough for me. May the daughter of Mahārājā Vīshābhāna, которая становится изумлённой, подобно золотистой леони цветов Чампака, becomes astonished like a vine of golden Чампака flowers. Когда она видит Кришну. When she sees Кришну. И которая смущается, слышит звуки его флейты. Любовно обнимет меня в то время, когда я буду петь для неё славу Шимасундры. When she embraces me with love while I constantly sing Шимасундра's glories to her. Комментарии. Шипада назвал комментарии Швирадха изумлённой песней флейты. The commentary title How sweet is the stage of devotion and practice when one eagerly prays for the service and the audience of beloved дети. Even the eternally liberated associates of the Lord pray for this taste and the Lord fulfills their prayers. Кришна сказал Шри Лилашуке. Я дам тебе вкус блаженства жизни по Вриндавану в теле практикующего преданного. I will make you taste the bliss of living and Вриндавана in the body of practicing devotee. Преданно, ощущающий боль и разлуки с Господом, находится в том же положении, что и жена домохозяйка, чей муж уехал. The devotee who feels the pangs of separation from the Lord is in the same condition as a housewife whose husband is on a journey. Видите, да? Неожиданный переход. Can you see this unexpected shift? Can you see? Я дам тебе вкус блаженства жизни о Вриндаване в теле практикующего преданного. Все. Обрыв. I will make you the taste the bliss of living and Вриндавана in the body of a practicing devotee. And then, here, we can see this shift. Обрыв мысли, но не обрыв чувства. the shift of the thought flying this, but not the shift of the feeling. Что же это за вкус блаженства жизни о Вриндаване в теле практикующего преданного? Что это за вкус блаженства? We have a question. What is this very taste of living in Вриндавана? И далее Шри Паде говорит об этом вкусе. Он передает именно этот вкус. And then Шри Паде is saying about this taste. He is trying to transmit this taste to us. Он передает вкус разлуки Шри Мати. Ее вкус. Вкус ее вот этого состояния сознания, ощущающего боль разлуки. Ощущающий боль разлуки с Кришной. So he is saying about this taste, blissful taste of living there. He is saying about Radhika's feelings who is in separation from from Krishna. И он приводит пример. Преданные, ощущающие боль разлуки с Господом, находятся в том же положении, что и жена домохозяйка, чей муж уехал. And he is setting an example. A devotee who feels the pain of separation is in the same condition as a housewife whose husband is not at home. такая преданная жена не идет в дома других людей, не участвует в празднествах, не укладывает свои волосы и не наряжается. Such a faithful wife does not go to other people's homes, doesn't attend public festivals and doesn't make up her hair and dress nicely. Она просто сидит дома, плача из-за разлуки со своим мужем. Подобным же образом преданная ощущающая разлуку с Господом отбрасывает все наслаждения чувств. In the same way, a devotee who feels separation from the Lord gives up all sense enjoyments. Сладость и красота служения Радхи неописуем is incomparable. Видите? Еще один обрыв. Can you see another break here? сразу же сразу же вывод идет вывод эмоциональный вывод обрывается обрывается логика и на логика чувств не обрывается логика чувств продолжается. сладость сладость и красота служения Радхи неописуемы. Шрипада стинает Шрипада и внезапно он получает трансцендентное видение. And suddenly he gets a transcendental vision. Понимаете? Да? Видите? Видите, как строится эта логика чувств здесь? Логика чувств Шрипады? Can you see how Шрипада is showing to us his logic of his feelings? Молитва искренняя искренняя молитва с абсолютным погружением с абсолютным отождествлением себя с этим со своим вечным торжеством кинкери? Пусть Жиширад океан качеств проявится в моем сердце. Это не просто отвлеченные фразы. Это не просто отвлеченные фразы. Это жажда. Это абсолютное желание. Он хочет этого этого, этого и только этого. И поэтому он получает трансцендентное видение. это конец ночи. Это конец ночи. И Шрипада в форме служанки занимается служением Шримати, когда она находится в доме своих родственников в Явате. И Шипада в форме главного службы службы в службе Шимати службы while she stays в ее доме Явата. Что же заслужение? Мы узнаем сейчас. Вдруг где-то далеко в лесу Шима Сундара заиграл на своей флейте. Вдруг дистанте Шима Сундара играл на своей флейте. Это сладкая песня флейты подобно мандаре привлекающей ум каждого. This sweet флейт song is like a mantra which attracts everyone's minds. Вкус это звук несущий вкус поцелуя. It is the sound carrying the taste of Мохан с кис. Ему противостоять невозможно. And you cannot resist the sound. чувств вспых вспых and Swamini's feelings become like it's a flash of light. Shri Rukh Pagaswami говорит флейты Shri Krishna подобно молнии Indra которые сокрушают гору терпения Rath And it is said that Krishna's flute song is like a thunderbolt of Indra crushing the mountain of passion or mountain of patience of Radika When Shri Rathika hears the flute she loses her patience and she becomes stunned and astonished like a wine of Champ Paka Florence. Изумление это результат Rath Astonishment is the result of Rath Because she feels this kiss she is astonished by the depth of her feeling arising from her core to up той страсти которая возникает для ней той сладкой страсти she is astonished by this sweet passion arising from the core of her heart she is astonished herself той сладкой страсти что сводит ее с ума and this sweet passion makes her drives her crazy изумление это результат расы astonishment is the result of расы когда есть раса вот эта возникающая страсть то следом за этой страстью возникающей в глубине личности возникает изумление что это возникает when the race is there so astonishment comes what is it у изумления нет ответа and this astonishment has no answer в изумлении только вопросы astonishment has only questions что это что это что это что это что is what is it what is it what is it сущность расы изумление the essence of раса is astonishment без этого нет никаких вопросов о расе without this there is no real question about раса ира теперь не может ответить на эти вопросы которые возникают в нее она запуталась в этих чувствах в этих миллионах нахлынувших на нее чувств из этого изумления Шри Радха не может выбежать на свидание с Кришной она не знает что делать что же мне делать She doesn't know what to do, what should I do, what should I do, what should I do, I don't know. She's completely astonished, and she doesn't know what to do, she doesn't know what she's feeling just right now, and she doesn't know what to do with this, so only questions in her head, in her heart. И далее Шипада комментирует это состояние, она Лиана Чампака с очень удивительными качествами. And further, below, Шипада is commenting this, she's a Чампака вайн, she's Чампака вайн with very amazing attributes. Хотя обычно Лиана Чампака освещает лес золотистой красотой, пчёлы не летят к ней, потому что её мёд горек. Но Шри Радха — это Лиана Чампака, наделённая необычными качествами. But Шри Радха is an extraordinarily qualified Чампака вайн. Шмель Кришна очень жаждет пить её мёд, поэтому он зовёт её игрой на своей флейте. The Krishna bee is very eager to drink her honey, and therefore he calls her with his food playing. Но кто же даст Шри Радхе, потерявшей все свои силы, хотя она источник могущества Господа, силы идти на свидание со Шимасундрой? But who will give Шри Радха, who has lost all her strength, although she is the root power of God, the strength back to go out and meet Шимасундра? Что же может быть прекрасней? What can be more beautiful? Прекрасней этой мысли. What can be more beautiful than these thoughts? Этой невозможной мысли. Она — источник всего. Она — единственная сила. Она — единственная сила. И сила Шимасундры в том числе. She is the power of Шимасундра himself. Она — источник всего могущества Господа. She is the root power of God. И она сейчас, она — абсолютная сила. Она — абсолютная сила, не способна действовать. Can you imagine now? Although she is the only one in power, but now she has no power to act. Как это возможно? How can it be? Как это возможно? How it is possible? Кто тогда ещё, если она есть абсолютная сила, и она не способна действовать, хотя является источником любого действия, кто тогда поможет ей? Can you imagine if she herself is the source of all power? If she is the power herself and she cannot act, then who will be able to help her? Но, по милости, Ширадхи, её служанки очень опытны в этом. By Shiradika's grace, her main servants are most expert in this. And here we are. И здесь мы говорим о главной теме, о главной теме этого стиха. О главной теме — это чувства и мыслеобразы. Что есть источник бытия любой формы. Как же они, как же служанки, возвращают способность Радхики действовать? Как они приводят в порядок бесчисленные мыслеобразы, которые возникают в Радхике? Они возвращают ей силы, воспевая сладкие песни о любовных играх Шима Сундры. Это же не просто песни. Это картины, которые они рисуют на своих сердцах. Красками своих чувств, кистью любви, они, подобно искусственным художникам, рисуют картину сладких игр Шьямы на холстах своих сердец. А затем переносят эту картину на холст сердца Сламени. А затем они рисуют на холстах своих сердцах, на канвасах Радхика. Чувства и мысли образы. И так они приводят ее в чувства. Ее смара становится упорядоченной. Ее бхава течет в этом направлении. Теперь она знает, что нужно делать. И сейчас Радхика знает. Слава Радхика! Продолжение следует...